Привет! Такое устройство как Powerbank стало уже незаменимым гаджетом для большинства людей. Выбор Powerbank'ов на рынке большой. Есть устройства высокого уровня сборки и начинки, а есть дешевые, ненадежные и медленные гаджеты, в пользование которыми вызывает только боль. Устройство, которое попало сегодня на обзор, достойный конкурент многим банкам, а возможно и вообще лидер. И при том, что у него не только много функций, про которые я вам позже расскажу, а и приятная цена, что немаловажно. Устройство у нас называется Powerbank Centurion и он оснащен функцией беспроводной зарядки, а для владельцев большинства топовых флагманских устройств это очень полезная функция. А в вашем телефоне есть беспроводная зарядка? Если ее вдруг нет, так вы дальше узнаете, как ее можно сделать. Производится устройство международным холдингом Centurion и этот факт уже является гарантом качества, хотя сейчас сами во всем разберемся. Итак, поставляется банк в фирменной коробке, на которой указана вся информация об гаджете. Внутри у нас само устройство, переходник на Lightning, это для зарядки айфонов. Еще есть руководство пользователя на русском языке и сертификат качества. Выглядит Powerbank просто великолепно. Сделан он спереди из органического стекла, а сзади из алюминия. Лежит в руке очень приятно и по размерам немного меньше обычного телефона. Мощность у нас 8000 мАч, есть быстрая зарядка плюс беспроводная зарядка. А теперь погнали по фишкам гаджета, которые мне понравились. Первое это то, как в устройстве выполнена эргономика шнура и разъемов, которыми мы будем заряжать. Шнур у зарядки у нас прячется в верхнюю часть корпуса. Вам не придется искать где-то по сумке ваш кабель, который потерялся непонятно где. Просто вынули его с корпуса и подзаряжаете. Потом легко вставили обратно и не паритесь. Также в корпусе есть гнездо для переходника, например по Type-C или под Lightning. Тоже выполнено очень разумно и удобно. В это гнездо можно вставить один из двух переходников, которые идут в комплекте. Я оставил Type-C. Кстати, в коробочке идет переходник на Lightning, а второй переходник уже был вставлен внутрь гаджета. Если же вам нужна подзарядка одновременно двух смартфонов, то вы сможете подключить их. Да что там двух, даже трех. И все они будут подзаряжаться. Сразу три смартфона одновременно от одного пауэрбанка. Очень круто. С левой стороны у нас находится кнопка проверки заряда. Сам заряд отображается на передней части. Замечу, что и это выполнено стильно, так как дисплея не видно, а цифры появляются тогда, когда вы нажимаете на кнопку. С правой стороны находится гнездо microUSB для зарядки устройства. Помимо зарядки телефона, в пауэрбанке есть защита от короткого замыкания и защита от перегрева, что является также важным нюансом. А вот и наши характеристики, которые мы сейчас будем проверять по факту. Итак, емкость у нас 8000 мАч, напряжение 5 А, ток 2,1 А, тип батареи литий-полимер, вес 207 грамм. Проверяем напряжение и ток. Заявленный ток у нас 2,1 А при напряжении в 5 А. По факту мы видим, что все верно. Ток при 5 А даже больше, чем заявлено и составил 2,5 А. И также видим, как срабатывает защита при сильной нагрузке. Дальше давайте проверим, сколько залитов пауэрбанк при 100% заряда. Должно быть 8000 мАч. Так-так-так, после теста стало понятно, что цифры по вместительности почти верны. Должно было быть 8000 мАч, а по факту залили 7800. Снесем разницу в 200 мАч на погрешность. Хотя я слышал, что в любом пауэрбанке есть погрешности, и это нормально. Но давайте тестить дальше, на отдачу энергии. Сколько же там будет у нас? Видим, что устройство выдало нам меньше энергии, чем мы влили в него. Не знаю, с чем это связано. Наверное, с типом аккумулятора. Он у нас литий-полимерный. Если вы знаете, почему устройство выдало настолько меньше энергии, чем мы в него влили, пишите об этом в комментариях. Мне интересно знать, почему же. Еще протестировал на зарядку трех смартфонов одновременно. Да, все работает без проблем. И беспроводная зарядка работает. Кстати, я для беспроводной зарядки прикупил приемник, так как встроенной беспроводной зарядки в телефоне у меня нет. Не думал раньше, что для обычного телефона можно придумать беспроводную зарядку. Прикольно получилось. В итоге скажу, что пауэрбанк Centurion мне понравился. Смотрится он реально круто и дорого. Функций для современных устройств у него предостаточно. Тут и различные защиты, и быстрая зарядка. И можно зарядить сразу три устройства. Круто же? И сделан он очень добротно. Заявленные характеристики все реальные. Кроме, конечно, отдачи энергии. Хотя залил я в банку заявленный объем. Ах да, забыл уточнить. Заряжается пауэрбанк от 0 до 100%. За 10,5 часов. За день вы его вряд ли разрядите. А придя ночью или вечером домой, ставите на зарядку, и утром берете полной энергии пауэрбанк. Кстати, на гаджет есть гарантия 1 год. И этот товар не из Китая. Тут в случае чего, вы сможете воспользоваться гарантией без проблем. Что вы думаете по поводу этого пауэрбанка? Пишите в комментариях. И если он вам приглянулся, то ссылку, где я заказал, я оставил в описании. Переходите и смотрите. Сейчас, кстати, начал тестировать свой пауэрбанк на 20 000 мАч на отдачу. Интересно стало после теста этой банки. Если вам интересен итог теста, пишите в комментариях. Был рад сегодня для вас стараться. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok